Россия закрывает границы с Великобританией. Стоит первый канал, не понимая вообще, что происходит в мире. Вся Британия находится в национальном локдауне. Я решила восьмой вопрос. Когда-то я хотела идти на PHD, а сейчас я хочу быть домохозяйкой. Привет. Я вернулась спустя месяц моего отсутствия и отдыха от Ютуба. Привет всем. О, кот, кс-кс-кс, иди сюда. В общем, да. Да, я наконец-то обратно в Англии. И последние три недели были, мягко говоря, очень стрессовые. Из-за всей ситуации в Англии, в России, границы, новый коронавирус. В общем, не хочу делать отдельное видео на эту тему. Скорее всего, я расскажу сейчас вам здесь, что вообще происходило за последние три недели. Если вам неинтересно, перематывайте вот сюда, там начнется учеба и, как всегда, как обычно. Пока у меня готовится выпечка моя, 12 минут, у меня есть время, чтобы с вами поделиться этим ужасом, который происходил за последний месяц. В общем, начну с того, что мне нужно было улетать 21 декабря в Россию. У меня билеты куплены были еще за месяц, заранее. И я... 21 декабря, это понедельник. Значит, 20 декабря я просыпаюсь и понимаю, что Порсмут перевели, в город, где я живу, перевели в Тир 4. То есть, самый высокий уровень опасности, так сказать. Я даже не знала, что Тир 4 вообще существует, потому что раньше он был только в Тир 3. В общем, Тир 4, и я сразу начала гуглить, что это значит, какие у нас теперь restrictions есть, ограничения. И оказывается, что люди, которые находятся в городах, которые переведены в 4 уровень опасности, не могут путешествовать из города в город и не могут путешествовать за границу. Я думаю, класс, мне завтра улетать, и как я вообще улечу? Ну, думаю, что это как бы, как всегда, в Великобритании, когда водятся все вот эти вот коронавирусные, локдаунские штуки, они... это как рекомендация. Обычно никто это не проверяет, поэтому я думаю, что... Ну, кто узнает, что я приехала из Порсмута, да? И накануне я, кстати, сделала еще тесты, на всякий случай, и у меня были все отрицательные, так что я была, по идее, не заражена, если так уж, на всякий случай. И, значит, 21 декабря у меня рейс был в 9 утра. И самое интересное, что как раз-таки вот за 2 дня до этого началась вот эта вся штука с новой мутацией коронавируса, которая типа на 70% быстрее переходит от человека к человеку, вот. И поэтому сразу как бы все заболеваемости, смерти пошли очень резко вверх, поэтому все начали сразу переводить. Именно Лондон и Юго-Восток, а Порсмут находится на Юго-Востоке. И потом, значит, 21 декабря я просыпаюсь, и, в общем, все меняется каждые 5 минут. Пока я ехала в аэропорт, я просто постоянно обновляла страницу новостей, потому что каждые 5 минут какая-то новая информация. То есть вроде закрывают Англию, вроде не закрывают, вроде бы переводят весь в локдаун, а вроде бы нет. Начинает Франция закрывать границы с Великобританией. Где-то там нашли еще один, одну мутаз, в общем, это был ужас. И я, значит, выезла в аэропорт, не понимаю вообще, лечу я сегодня или нет. В аэропорту меня никто ничего не спросил, откуда я приехала, Тирфо, это не Тирфо. И я просто быстренько прошла, все, сдала багаж и, значит, иду на вылет. Пока я сижу, жду своего самолета, сажат у нас на самолет только людей с русским паспортом и с британским паспортом. Я думаю, класс! И пока, значит, я сижу на табло, все рейсы начинают превращаться в красный, то есть все начинают отменяться, в основном это в Европу, в Германию, во Францию. Что вообще происходит? Я считаю новости за новой мутацией коронавируса. Франция, Германия, другие страны ЕС начинают отменять рейсы, закрывают границы. Я думаю, ну класс, ну, по крайней мере, Россия не закрывает. Пока что все нормально. Я просто знаю, что в марте год назад, когда начался только вот эта вот вся ситуация с коронавирусом, некоторые самолеты просто в воздухе разворачивались и летели обратно. То есть гарантия того, что я нахожусь в самолете, это еще как бы не 100%, что я вообще прилечу, куда нужно. Начинаю сажать в самолет, вроде бы все нормально, и я отключаю, ухожу в авиорежим на 3,5 часа. Вот, и когда я прилетаю, за 3,5 часа просто изменилось все. Я не знаю, люди улетели на Марс уже, случилась третья мировая война, инопланетяне захватили Землю. В общем, вообще изменилось все. Я, как только мы приземлились, я включаю интернет, понимаю, что, вижу заголовок, Россия закрывает границы с Великобританией. Я думаю, так, окей, по крайней мере, я уже на территории России. Вот, но мне-то надо как-то улететь. Проблема в том, что у меня вообще учеба начинается 4 января, и у меня начинаются дедлайны, у меня начинаются экзамены, и, конечно же, в идеальном случае мне бы хотелось быть здесь, потому что у меня здесь все учебники и вообще все. Вот, и я думаю, круто, я в России, но теперь я не знаю, как улететь отсюда. Вот, поэтому, по сути, мой рейс был последний, который прилетел в Россию перед закрытием границ, так сказать. Вот, и сразу начали люди переговариваться, пошли спредние по борту корабля, самолета, то, что закрыли границы, все, теперь мы никуда не уедем, на год закрываю все дела. Вот, у меня, понимаете, ситуация, я не спала 2 ночи, потому что мне надо было рано оставить в аэропорт, и еще из-за этого стресса я не могла уснуть. Плюс, у меня, я ничего не ела, потому что нас, по идее, обедом в самолете кормили попкорном. Я этим не наемся, поэтому я голодная, не спавшая, усталая, и в огромном стрессе, не понимая вообще, что происходит в мире, выхожу из самолета, беру багаж, уже, где вот багажная эта линия, люди уже ходят с камерами, какие-то, не знаю, новости, журналисты снимают, как чемодан катится по этой ленте, наверное, для сюжета, типа, Россия закрывает границы с Великобританией сегодня в полночь, и на сюжете вот это вот, типа, катится, ну, понимаете, как это все работает. Вот, и я, значит, выхожу, меня встречает папа, и я краем глаза вижу папу, с которым я не виделась несколько месяцев, и передо мной стоит первый канал, стоит телеканал «Звезда», по-моему, или пятый, я не помню уже. Вот, и мне микрофоны стоят своими камерами, светом, и всем говорят, поделитесь, пожалуйста, как обстановка в Великобритании в связи с этим новой мутацией. И у меня, вот я просто, это был шок, потому что, ну, вы понимаете, мою ситуацию, моё вообще состояние, и я пытаюсь осмыслить, что вообще происходит, и я начинаю задыхаться, потому что я не понимаю, что происходит, я не могла два слова связать. Вот, я вижу, что тут папа стоит, и мне уже как бы надо идти, а они такие «Здравствуйте, дайте, пожалуйста, интервью». Вот, и я такая, ну, вроде всё нормально, ничего, я вот приехала из ТИРФО, и ничего как бы не закрывают, и там всё нормально, ничего не изменилось, люди ходят как это, нормальные, вот. И я ночью не спала, когда уже приехала домой, уже, знаешь, что-то покушала нормально, всё. Ночью не могла устать, потому что я боялась, что моё интервью попадёт на первый канал, потому что так опозориться я не хотела. Вот, ну, вроде бы, естественно, не показали меня, потому что я вроде бы ничего плохого про Великобританию не говорила, а это им, скорее всего, невыгодно, потому что им хочется показать, как всё плохо находится на Западе, вот, поэтому, ну и хорошо. Вот, на этом интересная история не заканчивается, потому что я вроде бы нахожусь в России уже с семьёй, уже границы, кстати, закрыли на неделю, то есть 21 по 28 декабря пока закрыли. И мне все говорят, что не расстраивайся, через неделю откроют, всё будет нормально, они просто следуют, что это за новая мутация. Нет. Вот, 26 декабря новости поступает, что вроде бы Россия и Великобритания открыли границы, но вводят двухнедельный карантин для приезжих. Я думаю, ну, мне это не касается, хорошо, всё, улетаю, класс. 27 декабря Россия закрывает границу до 12 января, а мне лететь 7 января. Я думаю, всё. Добрый вечер. Как я вообще улечу, я не понимаю. Я вот сижу и вот так вот три недели, лечу я или не лечу, где я вообще буду в ближайшие несколько дней, я не знаю. И самое интересное, я начинаю звонить в Аэрофлот, в Бритиш Аэрвейс. Я вообще летела в Бритиш Аэрвейс, должна была лететь. Вот, 7 января. И, значит, Бритиш Аэрвейс мне говорит, что если 1 января отменят рейс, значит, вас тоже, скорее всего, отменят. Вот, я просто жду 1 января. И 1 января пишут, что, ну, там рейс отменён. Я думаю, ну всё, мой отменят 100%. Я звоню в Аэрофлот. Мне говорят, что Аэрофлот летает в Великобританию регулярно, каждый день. Делает грузопассажирские перевозки, то есть туда, в Великобританию, везёт людей, обратно только карго. Вот, если у вас есть разрешение на въезд. Я так понимаю, у меня есть разрешение на въезд, поэтому я быстро заблокировала перелёт на 8 января. Вот, и вроде бы как бы всё случилось, потому что я сейчас нахожусь в Британии. Ура! Вот. Но самое интересное, что буквально сегодня поступила ещё одна новость, что самолёты не будут летать между Россией и Великобританией до 1 февраля. До 1 февраля, понимаете? А они как бы летают, и я не понимаю, что вообще происходит. И да, с этим новым коронавирусом, точнее, с этой новой мутацией коронавируса, у нас сейчас вся Британия находится в национальном локдауне. То есть, по сути, как в марте, возможно, будет даже ещё хуже. У нас нельзя выходить, у нас все, весь университет уходит в онлайн-селекции, по-моему, даже эти, как там, школьники не ходят в школу, никто не работает, все работают из дома, открыты только продовольственные магазины, аптеки, и всё. У нас каждый, там, 30-й человек болен коронавирусом в Лондоне, по-моему, и каждый 50-й по всей Британии. Вот, короче, вот. Ну, ещё, on top of everything, ещё плюс к этому, я сижу сейчас на 10-дневном карантине по прилёту, поэтому я, в принципе, не могу никуда выходить, но после 10 дней я могу хотя бы один раз в час, ой, час в день выходить и заниматься спортом, ну, ездить на велосипеде просто. Поэтому это просто, это просто ужас. И самое ещё, что у меня такая загруженная неделя, точнее, месяц, в пятницу у меня дедлайн по курсовой по физической космологии, потом в понедельник, 18-го января, у меня дедлайн по теории относительности, по курсовой, потом с 25-го января на неделю у меня будет 3 экзамена, 25-го января космология, 27-го января теория относительности, 29-го января астрофизика. И после этого, 5-го января у меня 2 дедлайна, эссе по астрофизике и теория относительности курсовая. Короче, вот в этот ближайший месяц у меня просто дедлайн на дедлайне, у меня 3 экзамена, и при этом нужно учить новый материал, ещё в 2 недели у меня осталось учебных, и сразу после этого у меня начинается второй семестр. Вот я у меня реально, я не знаю, как я это всё переживу, это просто жесть какая-то. И если вам интересно узнавать самые первые свежие новости от меня, то переходите в мой телеграм-канал, потому что там я просто пишу всё, что как бы у меня находится в голове. Я пойду возьму свой завтрак, который приготовился, и пойду заниматься. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Но я не буду слушать лекцию, она все равно будет в записи. Я могу поставить на ускоренный режим, потом послушать записи. Сейчас я делаю курсовую о космологии, которая у меня... Я должна ее сдать в пятницу. А у меня решено только три задачи из девяти. Вот, поэтому буду это сегодня этим заниматься. Музыка Я решила задачу. Вторую. Значит, вторая задача решена. Кстати, ребят, хочу напомнить вам о бесплатном языковом марафоне по английскому языку, который проводит онлайн-школа английского языка Skyeng. Перейдите по ссылке в описании, там можете зарегистрироваться, там ввести либо ВКонтакте, либо почту. Вам просто будут каждый день присылать какие-то интересные, полезную информацию по английскому языку в каком-то развивающем, интересном формате. Например, это либо какие-то интересные профили на английском языке в Инстаграм или в Ютубе, или какие-то важные правила, которые нужно знать в английском языке. Он короткий, он длится всего 15 дней, поэтому за две недели ваш английский язык прокачается, я думаю, на много. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь, особенно если это бесплатно, почему бы и нет. Ещё очень интересное наблюдение, это то, что я помню в свои молодые годы, когда на первом или втором курсе мы проходили такую базовую физику, так сказать. В смысле термодинамику, электромагнетизм, оптику, ну вот такое всё. И когда мы делали какие-то задачи, их можно было легко загуглить. Точнее, не саму задачу, возможно, а объяснение какой-то конкретной темы, или даже можно было найти легко лекции на Ютубе тоже по теме. А сейчас мы дошли до того момента, когда, если я начну гуглить какие-то ключевые слова из задач, например, то есть даже не само решение, а хотя бы найти, сравнить цифру, которую я получу в итоге, найти красное смещение, при котором Вселенная начала своё расширение с ускорением, и сравнить полученные результаты с красным смещением, когда космологическая константа была равна материи. И когда я пытаюсь посмотреть какую-то информацию по этому поводу, у меня только всплывают какие-то научные работы каких-то годов из архайв. Хотя бы здесь есть хоть какие-то ответы. А когда будет PhD, там ты уже делаешь своё оригинальное исследование, и там уже в принципе нет ответов, ты уже сам находишь ответы. Я решила восьмой вопрос, восьмую задачу. Я вижу свет в конце туннеля, у меня начинает всё налаживаться, потому что, как я писала в своём телеграм-канале, и когда я вам скинула наш групповой чат с людьми, которые делают космологию, я писала, что когда-то я хотела идти на PhD, а сейчас я хочу быть домохозяйкой и просто всё бросить, потому что я так бы уже не могу, это очень сложно, и у меня ничего не получается. Вот, но надо было просто потелечь спать, проснуться, и вот всё работает, всё получается. Просто, ну, бывает, да, конечно. Конечно, не всё не идеально, но сейчас зато всё получается. Но всё равно, экзамены по космологии, по теоретной стильности очень страшные. И у меня даже нет времени к ним подготовиться, не потому что мне лень, и я просто хочу посмотреть в YouTube, нет, потому что у меня полно дедлайнов по курсовым, и я просто не успею подготовиться к экзаменам. Время сейчас почти шесть, и я сделала девятую задачу. Я на ней два часа работала, думала, и наконец-то сделала. У меня осталось всего лишь около трёх задач сделать, что просто отлично, учитывая то, что у меня дедлайн. В пятницу, а сегодня только вторник. Вот, и я, по сути, вчера и сегодня, и воскресенье, ну, воскресенье не так, но, по крайней мере, два дня точно, я прям сижу с самого утра до вечера, всё, что я делаю, это я делаю курсовую по космологии. Обычно так я не очень много отдыхаю, если честно, только у меня есть перерывы там на обед, всё такое, потому что, ну, во-первых, мне делать и так нечего, мне никуда нельзя выходить, у нас этот карантин, вот. В этом я просто занимаюсь. Но вчера я брала большие перерывы, потому что меня просто мозг не соображал. Сегодня у меня, по-моему, нет такой надобности, потому что у меня вроде бы всё как-то работает ещё. Вот, поэтому я сейчас продолжу, возможно, немножечко ещё попробую решить какую-нибудь там одну задачу. И если не решу, то я буду это завтра продолжать делать, время у меня ещё есть. Вот, поэтому обычно я начинаю работать где-то в 11 и заканчиваю около 7. Поэтому у меня где-то ещё есть час, чтобы попробовать решить что-то ещё. Если нет, я просто пойду спать. Доброе утро. Сейчас уже 10.30, и у меня через полчаса начинается лекция по астрофизике. И вроде бы на сегодня у меня всё. Но у меня ещё была лекция по теории относительности в 9 утра. Ну, как видите, я на неё не пошла, так сказать, потому что она будет всё записываться, и я сейчас фокусируюсь на космологии. Поэтому если я могу посмотреть записи, то что мне туда ещё идти? Вот. Поэтому, да, через полчаса у меня лекция по астрофизике, где мы закончим проходить галактики. Ну, на самом деле сейчас мы проходим и галактики, и чёрные дыры, потому что галактики мы должны были закончить в последнюю неделю учебную в декабре. Но, к сожалению, наша профессорша заболела очень сильно коронавирусом. Всё отменилось, поэтому сейчас мы наверстываем, и у нас есть дополнительные часы. Вот. Поэтому сегодня мы закончим изучать Fiber Jackson Relation для эллиптических галактик. А по чёрным дырам мы просто изучаем чёрные дыры. Сейчас я буду ещё завтракать, потому что я ещё не позавтракала. До часа у меня будет лекция по астрофизике, после этого я буду завершать делать курсовую по космологии. Надеюсь, сегодня я её полностью сделаю. Кстати, вчера я всё-таки доделала шестую ещё задачу, поэтому мне осталось только две задачи сделать. Это успех. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот, и только сейчас я буду начинать делать курсовой Но хорошая новость, это то, что вчера я доделала четвертую задачу Это значит, что у меня осталось одну задачу сделать из девяти Вот, но я начну уже красивый чистовик все переписывать сейчас И потом последнюю седьмую задачу, возможно, когда-нибудь я додумаю Вот, а ко мне сегодня пришли гости Поехали! 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 целый день сижу и пишу если вчера позавчера там на неделе я сидела думала еще при этом сейчас я просто все переписываю я сейчас только на 3 задачи и уже все болит в общем ребят думаю я тут еще часа три точно просижу в общем пока буду переписывать задачи у меня такой план что так у меня еще в понедельник то есть 5 космология в понедельник по теории относительности по курсовой который даже вообще не начинала делать вы думаешь что я все делала космологию поэтому вот сегодня я закончу завтра загружу и завтра начну делать ее относительность то есть четыре дня я буду фокусироваться только на теории относительности вот это я вам рассказала мои планы на выходные поэтому когда вы будете смотреть это видео воскресенье скорее всего я буду делать теории относительности так что да надеюсь я все сказала короче на этом моменте закончу это видео иначе одно и то же будет постоянно я занимаюсь и все вот увидимся в следующем совсем скоро пока